Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, когда я в первый раз увидел, услышал, вообще, прочитал эту новость, я так подумал, что это была новость из разряда, ну, получилось так и получилось. То есть, типа, знаете, ну, умер и умер, или там, знаете ли, самолет сбили, ну, сбили и сбили, вот что-то наподобие такого вот была, представляла из себя вот эта вот самая новость. Однако потом я подумал немного вглубь, немного вдаль. Вы же знаете, я художник, я так вижу, я вот тоже подумал, вот так вот посмотрел и решил сделать вот такой, знаете ли, подобный видеоролик, который должен выйти в 20.00. Я не знаю, вы знаете, в последнее время я так опаздываю немного с релизами вот этих вот всех видеороликов и не всегда успеваю их вовремя смонтировать, вовремя их сделать. Но зачем это я тут, знаете ли, оправдываюсь в своем же ролике? Это абсолютно тут не нужно, это абсолютно тут ни к чему не приведет, да и вообще оно нам всем не надо. Но перед всем этим, что бы я вам хотел еще сказать? Arizona Roleplay Phoenix. Это самый первый сервер Arizona Roleplay. Так вот, по айпишнику описаний на этот самый-самый-самый первый сервер при вводе моего никнейма в никнейм пригласившего вас игрока вы получите 300 тысяч виртов на руки своего персонажа при достижении вами пятого игрового уровня. Никогда такого не было и вот опять. Сами понимаете, что такую новость, такое событие пропускать мимо ушей нельзя. Уж тем более, мимо ваших ушей, людей, которые хотят чисто зайти и вот поиграть на данном проекте. Поэтому айпишник находится в описании. Заходите туда и, в общем-то, ознакомливайтесь со всей вот этой вот самой информацией. Ни для кого, наверное, не будет секретом, что сейчас существует достаточно большое количество разнообразных GTA 5 серверов, GTA 5 вот этих вот самых штук и так далее. Да о чем тут можно говорить, когда даже сам Александр Хабенский, не тот, у которого, знаете ли, есть какой-то фонд там и так далее. Нет, тот самый Александр Хабенский, который был скриптером сайта для Evolve Roleplay, насколько я понимаю, или там вообще в целом каким-то скриптером, таким моделлером, модулингом, он там занимался какими-то прочими вещами. Я не знаю, сами должны понимать, что, ну, это, в принципе, все так и делается. Так вот, в общем-то, многие сейчас люди заинтересованы GTA 5 Roleplay. Насколько я знаю, даже там у Даймонда когда-то что-то было вот с этим вот сам, вот этим вот сам, там, я не знаю, Даймонд Roleplay в GTA 5, не знаю, как бы все это называлось. Неважно, там даже Рич делал какой-то ролик, который тогда попал в тренды, насколько я знаю, это уже тут, знаете ли, неважно. Сегодня, сегодня, знаете ли, в чем все дело? Сегодня дело у нас в том, что есть такой проект в GTA 5 Rage MP, мультиплеер, там, и так далее. Вообще, мне сложно говорить обо всех этих мультиплеерах, обо всех этих серверах, потому что лично я на вот этом вот GTA 5 Roleplay, ну, не играл от слова совсем. Смотрел некоторые ролики, там, у Ангела Касада, смотрел просто какие-то, там, знаете ли, вот эти вот видеоролики, нихуя не понял. То есть, единственное отличие, которое я заметил от Сампо, это в том, что, типа, город немного другой, ну, как, типа, из GTA 5, и голосовой чат есть. Ну, сейчас уже на многих GTA-самповских серверах появляется голосовой чат. В целом, по функционалу он какой-то скудный, постоянно вот этих вот самых GTA 5 Roleplay серверах. Возможно, у меня какое-то хуёвое представление, но вот лично я вижу именно так. Как я уже говорил ранее, я художник, я так вижу. Так вот, к чему я всё это говорю? Дело в том, что проект Rage MP в GTA 5 открывает уже третий сервер в скором времени. То есть, ну, вы сами должны понимать, что это, ну, просто вот охуеть. Насколько я понимаю, каждый из серверов у этого самого Rage MP, типа, 600 слотов. И вот эти вот два сервера, причём вот этот вот, знаете ли, второй сервер, он открылся, ну, где-то, наверное, более месяца назад или менее месяца назад, не имеет значения абсолютно никакого. И уже два этих сервера в Rage MP, постоянно хочу сказать Rage Roleplay, но, типа, просто Rage MP буду называть, они забиты. То есть, сами понимаете, что это уже неплохо, потому что 1200 онлайна для GTA 5, при том, что это неизведанное какое-то поле и непонятно вообще, а чё там как происходит, возможно ли это всё невозможно, а не прикроет ли это впоследствии Rockstar, да, как там во всё это заходить, не представляю абсолютно точно, но речь сегодня у нас идёт не об этом. И, вы знаете, тут хотелось бы вспомнить людей, которые постоянно говорили, что, мол, МТА лучше сам, у МТА большой потенциал, и МТА сделает вот прям всю эту игру, она прям перевернёт всю эту игру, все люди пойдут в МТА. Ну, как бы, что вы скажете теперь, когда повсеместно, как бы, идёт такая, знаете ли, агитация, GTA 5, Roleplay. Конечно же, у наших каких-то самповских ютуберов не было вот этой вот самой рекламы. Возможно, была, я просто пропустил, но вот в последнее время, лично, я не видел никакой рекламы рейдж вот этого вот самого МП от наших GTA Самп ютуберов, при этом онлайн там охуительно. Возможно, они заказывают такого у него, там, я не знаю, Атакса, Филиппина, Олега Брейна, там, я не знаю, ещё каких-то людей вот эту вот самую рекламу, и поэтому у них такой онлайн. Либо просто людям реально вот интересно поиграть в GTA 5 МП. Есть же отдельная каста людей, которые просто вот не играют в GTA Самп, не из-за того, что им не нравится там роли плей, тратить с командами и так далее, а просто из-за того, что вот их графика не устраивает. У них хороший, мощный компьютер, но графика их при этом не устраивает, и они поэтому не хотят играть вот в этот вот самый GTA Самп. Поэтому вот так вот. И вот постоянно люди говорили, что, мол, вот МТА, МТА это будущее, за МТА вот стоит вообще весь вот этот вот роли плейный контент и так далее, что МТА будет классно, МТА будет жить, но МТА никому не нравится, МТА это что-то такое вообще. Хоть там и нету читеров, да, насколько я знаю, хотя вроде уже и для МТА какие-то читы разработали, которые идут в обход, насколько я знаю, неважно, абсолютно точно. Как бы вот, я, ну, я просто не знаю. В общем-то, GTA 5, если кто-то и заменит GTA Самп, хоть я и считаю, что такого не получится, потому что, ну, GTA Самп просто будет такой, знаете ли, нестареющей классикой, и скорее всего, с GTA 5, роли плей и Сампом произойдет та же ситуация, что и с Counter-Strike 1.6 и CS GO. Лично я CS GO на дух не переношу, мне лично CS GO абсолютно точно не нравится, я предпочитаю CS 1.6. Не знаю, как вы можете со мной на этот счет в комментариях поспорить насчет CS GO, CS 1.6. Я чисто принципиально туда захожу либо поруфлить, либо с какими-то друзьяшками поиграть, ну, чтобы серьезно играть в CS GO, но это уж, извините, это не для меня. В общем-то, ладно, как я уже и сказал, если кто-то и заменит GTA Самп, то только уж GTA 5 и скорее всего вот этот вот самый Rage MP. В общем-то, поживем, увидим и посмотрим вообще, как там у нас, что будет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Arizona, Roleplay Phoenix, IP-шник, а также мой никнейм. Все это находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда и там вот все это смотрите. Всем спасибо, всем пока.